Непробиваемые, просто непробиваемые. Сейчас конечно будет история, что пакетиков нету. Что делать? Чего ругодителя буду звать? Ну, сразу позвать. Денис, ну и тут аналогично. Смотри, вообще, вообще просто ничего не меняет. Нарушение технического регламента и сам ПИН реализуется продукция, которая подлежит употреблению без технической обработки и мытья. А вы кто? А вы кто? Ты кто начальник? Молодой человек, а вы кто? Мы вроде нормально пришли сюда, по-человечески разговариваем, не снимаем ничего. Наталья, будешь разговаривать? Сами беседовать будете, Наталья? Я хамлю, ты, конечно, подошел. Вызывай полицию, вызывай полицию. Просто смотрите, мы будем очень ярко с вами, Лайтова, мы первый раз в вашем магазине. А, правильно? Да, правильно. Ну, так вы, дайте, сделайте замечание, чтобы человек вообще как бы не мешал. Обычный грузчик, обычный. Обычный грузчик? Не надо. На чем вызывать полицию? То, что мы зашли в магазин, или что? Вы так кричите? Да потому что ты вот такую глупость гречешь. Вызывайте полицию, да и что, мы подошли и сказали, что у вас нарушение вызывайте полицию. В общем-то, немножко присутствует, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, да давай разбирайся. Разбирайся. Вот, вот, вообще-то, что вот убирать человек во голове вообще происходит. Насколько надо быть неумным? Ленис, удивляет. Ладно, ты успокойся. Удивляет тот момент. Приходишь по-человечески, по-хорошему, и не понимают. Давай сделаем, как мы это обычно делаем. Давай, тележка есть у тебя? Давай. Приобретем хлеба. В смысле, чего подождать? Вот это хамство в наш адрес подождать, или что? Я разве вам хранила? Я вас попросил сделать замечание вашему подчиненному, чтобы он не лез в разговор. Я не сделаю замечание. Сейчас сделайте, чтобы он сейчас не выпендривался перед нами. Он дальше продолжает выпендриваться. Тысячу рублей заплатят, тебя еще привлекут. Блин, я вообще поражаю. Так, ладно, Наталья, у вас фамилия есть? Какая? Как? Рудницкая. Наталья, пожалуйста, прям при нас снимайте весь эту продукцию, прям при нас, и делайте ее непригодной для употребления. А вы не директор? А кто вы? Ну я же сразу спросил, кто вы. Ну вы сейчас самый старший, правильно, в магазине? Ну давайте звоните, хорошо, подождем. А вас как зовут? Вы, наверное, генеральный директор, нет? Нет. А если это директоров? Ну по вам завятно. Друг Мячина. Я хотя бы хожу. Нормально. Друг Мячина ходит. Да ты на себя посмотри в зеркало. Чудик. Чудик, посмотри на себя в зеркало. Чудик, говорю. А чё? А чё, не? А чё? Ну, согласен, надеюсь. Да, с вами согласен. Не хотите быть моим стилистом, нет? Нет, почему? Нет отчёта. Либо не отвлекать меня от работы. Я вас отвлекаю. Вы тут советы раздаете. Вам? Администратору по поводу полиции, по поводу курточки, там ещё что-то. Вам не кажется, что вы лишнее базарите? Я даже не понимаю, что ты говоришь. Да? Не понимаете? Интеллигент. Кто вы? Нет, вы. Вы же не понимаете русского языка. Может, я не русский ещё? Не знаю. А вы скажите? Вы как бы находитесь в России, вроде у вас язык русский, государственный. Ну так вы же не понимаете то, что я говорю. Вас не понимаю, вы хамите, стоите, тыкайте. Я хамлю. Вы знаете, что хамство, это когда вы влезаете в разговор. А что вас колотит? Что-то трясёт-то. Употребили на работе? Да? Да. Смотри, признался, вот и потребил. Тогда может вам отстранить вас от работы? Попробуйте. У вас человек находится в нетрезвом состоянии, он сейчас признался под видеозапись. Пожалуйста, отстраните его, чтобы не было конфликтных ситуаций. Чтоб, не дай бог, какая-то драка не возникла, потому что человек ведёт себя неадекватно. Не знаю, как его зовут, чтобы его в торговом зале не было. Правила упаковывания и маркировки хлеба, пятёрочка, да? Вот смотрите, вот то, что вы мне даёте, это ваши внутренние правила. Татьяна Григорьевна, может быть мы с вами напрямую будем разговаривать по телефону? Да, я не могу. Слушайте, тогда послушайте меня внимательно. Значит, есть технический регламент таможенного союза по поводу маркировки. Статья 4.1. Там чётко прописано, что должно быть указано на пищевой продукции. Это первый момент. Второй момент. Продукция, которая подлежит употреблению без мытья термической обработки, должна быть упакована. К этой продукции относится хлеб и сыпучие орешки и тому подобное. Мы пришли, сейчас сделали замечания. В других магазинах вашей торговой сети вроде как устраняют эти замечания без всяких разногласий. Тут ваш работник начинает хамить, влезать в разговор, говорит, что он выпивший и тому подобное. Никто не выпивший. Он под видеозапись признался, его колотит, он трясётся весь. Надо провести экспертизу. Давайте, видите, он опять повторяет, он нетрезвый, смотрите, он убегает. Он трезвый. Как вы это определили? Он сам сказал вам, что он нетрезвый. По поведению видно, что он нетрезвый. Его колотит, смотрите, он трясёт. Я предлагаю его на данный момент убрать с торгового зала. Мы уйдём, потом он появится. Чтобы он здесь не провоцировал ни меня, ни других покупателей. Выберите его, пожалуйста. Понимаете, что ты ещё хамят, дурачком называешь? Называет дураками и тому подобное. Ну, я доверяю своему коллеге. Я не доверяю вашему коллеге. Но у него всё записано. У него всё записано, понимаете? Но я понял, что вам всё равно. Правильно, антисанитарное. Оно должно быть каждое в пакетике, чтобы не было антисанитарных. Я не так же кого-то не могу. Я выбираю, как хочу товар. Всего не покупать. Ну вот покупатель, вы неужели такое покупаете? Я вас подотребнадзор или что? А вы, Роспотребнадзор или что? Нет, я покупатель. Можете покупать спокойно? У вас туда будет... Вот можете с пола поднять. Это будет то же самое, что с витрин. Возьмите, купите себе. Можно переснять реализацию, да? А, просто накрывайте. Почему? Я снимаю её, чтобы сразу начинать. Вы поменяли. Нет, ну я так подумал, что просто накрыли. Ну, вы согласны, что так не должно реализовываться? Ну, понимаете, у меня же тоже есть. Вы согласны или нет, что так реализовывать продукцию пищевую нельзя? Вы должны действовать в рамках законодательства Российской Федерации. А ваши регламенты не должны противоречить. А в данный момент они противоречат. Вы что, протрезрели уже, молодой человек? Только при полиции подъедут на крестину. Сейчас поедем все вместе, у нас не лезь, с компом. Серьезно, что ли? Да, я не лезу. Мне просто интересно будет, как посмотреть, как вы поедете. Но я-то никуда не поеду. А? Когда кажется, креститься надо. А вы почему не креститесь? Вы сказали, вам кажется, что я не трезвен в состоянии. Мне кажется. Вы сами признались под видеозапись. Я покажу это сотрудникам полиции, как вы признались, да. Говорит, что полиция приедет. Я вообще буду счастлив только. Он же позвонил. Нет, тут хулиганят. Ага. В общем, как у вас, адекватно? Он нормальный человек. Так чем он нормальный? Он вызывает полицию на то, что мы подошли и вас спросили? Ну, что ж вы говорите, какой ругаться? У нас все фиксируется. Если все фиксируется, там тоже очень хорошо слышно. Хорошо, а в чем ругание заключается? В чем, конкретно какие слова? А нельзя повышать голос? Вот у меня такая интонация, я так всегда разговариваю. Куда помогать-то будете? Или я за вас буду работать? Да, так снимаю. Снимайте сейчас. Я за вас это делаю. Вы смотрите, он сейчас снимет и придет сюда, если вы не успеете убрать. Мы сейчас делаем вашу работу. Я сниму так. Ну так снимайте, помогайте мне. Но это уберем, не переживайте. Нет, не переживайте, что мякер утилизирует. Мячик же как сказал, ваш мячик. И что там, мерченджайзер. Смотрите видео, он же сказал, что все должно быть упаковано. Зайдите на Ленинг 71, посмотрите, все упакованы промахераны. Даже все орешки упакованы промахераны. Это ваш работник? Рядышком, да? Вы работник? Нет? Нет, просто, Паш, вы работник или нет? Вы просто так стоите, как будто вы следите за тем, что происходит. Если работник, помогите. Снятие продукции с реализации. А не разговаривает, что, собака натерлайд, ты стоишь на 4 килограмма? Видишь, как он, да? Андрюш, а что это такое прям агрессивный сегодня? Стоять, что-то смотрят, нет, чтобы убирать. Переговоры ведут телефонные. Уже столько было на эту тему разговоров. Оно изначально должно быть в пакетике, чтобы человек мог подойти, посмотреть, когда изготовлены. Условия хранения, строго начало. Так, и нет состава. Ну, что-то аллергия на какой-то компонент. А как он нам это не знает? Пускай снимает, пускай снимает. Все, все, снимает она, снимает. Дождались, наконец-то. Только я с трудов потратил на это все дело. Вы только то, что сейчас снимите, не увозите. Это сейчас предмет правонарушения. Мы будем фиксировать при сотрудниках полиции и оставлять у вас на ответственное хранение. Я надеюсь, Наталья, этого не произойдет, что сейчас мы будем тележки отбирать. Вам, Владимир Владимирович, я буду объяснить, что каждая булочка должна быть упакована и промаркирована. Упакована. Любой грязной мюрками залезет под рукой. Пыль туда летит, тараканы, мухи. Вот мне ты здесь тараканы. Все, не напрягайся. Игорь Валентинович, мы пришли в магазин с целью выявить, есть ли в этом магазине конкретные замечания. Прям заходя, увидели, что хлеб находится в открытом доступе. И товар, который подлежит употреблению без термической обработки, либо мытья, должен быть упакован. И обязательно товар должен иметь маркировку. То есть срок годности, когда изготовлено и так далее. То есть это вот есть технический регламент таможенного союза номер 022-2011. Статья 4.1, там четко все прописано, что должно быть на маркировке. Тут не то, что нет информации, тут нет маркировки вообще никакой. Когда этот хлеб был выложен, когда он был изготовлен и тому подобное, неизвестно. Сделали замечание и в этот момент у нас возникла конфликтная ситуация. С нашей стороны было все максимально корректно. Если есть вопросы, я поясню. Полиции какое заявление хотите? Следы правонарушения, ну в данном случае предмет правонарушения, либо оставить на ответственное хранение, либо изъять. Я вам сейчас сюда направляю участкового, который приедет с актом для, как вы говорите, списания данных продуктов. Главное, Владимир Владимирович, вы сами знаете, да? Спокойствие, да, да, да. Нарушения общественного порядка не было. Нарушения общественного порядка нет. Главное, что это... Да, да, все, спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Главное, я стал снимать, она говорит, что вы снимаете, но хотел ей рассказать. Ну давай, хотя бы зрители, давайте снимаем. Вот они, на некоторых они цепляют, вот эту дату заморозки, видимо, на некоторых не цепляют. Но тут это неважно. Магазин, который реализует данные продукции, где он не имеет права разморожить, это до нас разморожение. Соответственно, это делается нельзя. Заявление какое-то будет писатель? Участковый сейчас сюда к ней ехать. То есть мне директор сказал написатель, заявление куда-то в Пешкингарске будет. А что это я вас не могу? Смотри, как спектакль разыгрывает. А Андрюшке стало плохо. У меня поражает какой-то мяч и припугу. Его никто ни во что не встает. Его никто. Да он уже не работает, Денис. Да забудь ты про это слово мяч и это уже, ну... Андрей, а что вам плохо стало? Я сейчас не понял, а скоро у вас... Серьезно? Так вам надо увольняться тогда. Полегчало вам или нет? Нет? Блин, а что ж так, а? Я не знаю, у вас же тоже друг. На вид такой вроде молодой. Язык небо повешает. У меня нет. У меня язык хорошо подвешен, не переживайте. Я знаю. Знаете, да? Женщины рассказывают. А, женщины, да? Это ваш защитник? Что-то пухнул и убежал. Пухнул и убежал. А что, остановились, не выкладывайте больше. Сегодня уже будет свежее, упакованное и промаркированное. А мы придем, проверим. Чуть позже, как раз посмотрим, как ее... Ну, вы сказали, сегодня будет выпечка. Сегодня придем, да? Если он будет в таком виде опять, мы ее опять соберем. Опять ее уберем. Как-то странно защитить. Слишком яро он защищает. Молодец, человек, с какой цели вы берете? С какой цели вы берете? Не надо брать. Да, алло. Ага, Екатерина, это Денис. Вот мы сейчас общались. Вот, такой момент. А может быть, вы можете связаться с руководством данного магазина на полярных заях? Они при нас просто все это утилизируют. Скажут, что претензий к нам никаких не имеют на камеру. Мы спокойно ждем, чтобы вас не отправлять в существование. Так, да, я сейчас директору позвоню. А что там руководство, администратор, это же есть. Если директору позвоню, она распорядится. Вам выйти администратор, все сделать красиво. Ну, никакой агрессии с нашей стороны. То есть мы просто спросили, почему не упакованы и так далее. Там стал агрессировать какой-то работник. А потом, уже когда мы стали снимать все, не знаю, с кем разговаривала вот Наталья, которая администратор. Ну, вроде того, что звонила директору, и та ей сказала писать на нас заявление, что мы какие-то хулиганские действия здесь наши параметры. Ну, смотрите, мы сейчас директору позвоню, что поговорили. Сейчас будет администратор, все демидируют, приватят. И по поводу, что давать все парили, что же наслацуют. Все, спасибо большое. А у меня, если вдруг, еще какие-то будут вопросы, ну, мне звоните, хорошо? Ну, она сейчас с ней разговаривает, сейчас посмотрим, что по поводу статусу. Спасибо. Спасибо. Все, доброго. Списывать будет? Упилибировать? Естественно. Я все себе не заберу. То есть вы при нас утилизируете? Естественно, в контейнер. Мы куда с вами не пойдем. Внесите мешки сюда, черные. Нет, ну, естественно, я здесь все. Я думала, вы не знаете. Давай закончим эту тему. Куда она пошла? Мне нужны две конкретные фразы и на все делать, что хотите. В контейнере для бичей и тому подобное. Сейчас мы будем ждать, пока она эти пакеты приносит. Положите пакет. Минутку делите. Ну, снимайте меня, пожалуйста. Не будете перебивать? Значит, для того, чтобы мы ушли, я повторю, что необходимо сделать. Вы должны на видеозапись сказать о том, что у вас, не конкретно у вас, у магазина, к нам претензий нету, что вы исправите данное правонарушение. И когда мы, предположим, завтра, послезавтра придем, то хлеб и сыпучие продукты, которые подлежат употреблению без термической обработки и мытья, будут упакованы. И будет стоять маркировка. Извинения с вас не прошу. Если извинитесь перед потенциальными покупателями, будет хорошо. Нет? Нет. То есть два момента. Что претензий нету и что исправитесь. На видеозапись нужно это сказать. Тогда мы отменяем участкового и уходим. А вы же будете тут утилизировать и все, что угодно. У нас оснований вам не доверять нету, потому что я думаю, что вы утилизируете. Мы ждать не будем. Как вы говорите, бичам там будете выкидывать. В контейнер вернуть. Ну, в контейнер, да. Готовы? Все, я кусочек вырежу, что замечаний нету, говорите. Ну, настройтесь, конечно. Ну, это ваша работа, к сожалению, получается сейчас. Просто сказать, что да, замечания признаем, исправимся. В следующий раз этих замечаний не будет. У вас к нам претензий нету. Все, ну, 30 секунд фраза. Еще раз повторить. Замечания признаем, исправимся. А можно просто, что мы исправимся, а что это? А вы не хотите сказать, что вы будете устранять это? Ну, так и скажите. Замечания будем устранять. Что-то сейчас будет так. Замечания будете устранять, и претензий у вас к нам нету. Ну, вот сначала, понимаете, вот аж внутри все вот как колотится. Два момента. Замечания признаем, устраним, претензий к нам не имеем. Все. Ой, подождите секунду. Ну, настройтесь. Так, замечания мы устраним, и претензий не имеем. Так. Ладно, мы все зафиксировали. Наталья, не помню, как у вас по отчеству. Значит, то, что мы сегодня пришли, и у нас такая получилась конфликтная ситуация, мы сюда первый раз, когда приходим в магазин, стараемся мягко, лайтово и тому подобное. Понимаете? В следующий раз, когда мы придем, мы уже не будем вот так вот с вами особо разговаривать, мы просто будем снимать с реализацией. Вот так все снимают. Ну, мы бы этого не делали. Если бы ваш вот этот коллега по работе не стал бы вот этот конфликт развивать, мы бы этого не делали. Но вам сказали бы убрать, вы бы при нас убрали, и все. Ну, я бы пошла за этим, за пекаром. Потому что сейчас уберем все. Вы начали... Ну, вы меня услышали. Не знаю, вот... Сегодня лайтово не получилось, да. Просто сами, наверное, пришли в спать и настроение. Мы приехали из другого магазина. Там, наверное, вам... Там нам нахамили. Там нахамили. Это будет видео выложено, вы посмотрите. А можно нас не выкладывать? Пошли. К сожалению, именно для этого мы приходим, чтобы на вас только так воздействовать. А в следующий раз. Только что принято мне. Все, Наталья, всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok